Партнер программы – ресторан Карла VII. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ в студии Анастасии Лисовой в начале о главных темах выпуска. Мобильное рабство отменили. Работает ли закон на территории Бурятии? Возгорание мазута на Улан-Уденской ТЭЦ-1. В республике прошли очередные учения МЧС. Православный праздник за решеткой. В исправительной колонии прошла литургия в честь Пресвятой Богородицы. Грузовикам запретят ездить по улице Иволгинская. Новое правило вступит в силу с 10 декабря. Запрет будет действовать только в дневное время. Объезд для большегрузных машин организован по федеральной трассе Иркутск-Чита, а затем по Мухаршебирскому тракту, следуя к улице Бабушкина. Запрет будет действовать с 7 утра до 22 вечера. Госавтоинспекция Республики Бурятия требует соблюдения правил дорожного движения от водителя данной категории транспортных средств. В противном случае за несоблюдение правил дорожного движения водители будут привлекаться к административной ответственности. Запрет не будет распространяться на грузовики силовых и специальных структур, а также автомобили, обслуживающих коммунальные и аварийные объекты. Отмечу, что новое постановление – инициатива городской администрации. Серийному убийце вынесен приговор. Верховный суд Республики приговорил 51-летнего Кигашбека Арунбаева к пожизненному заключению. Следствием и судом установлено, что Арунбаев совершил три убийства на территории Бурятии. В последний раз его жертвой стала жительница Нижней Иволги, которая наняла его для ремонтных работ. О том, что следствие столкнулось именно с серийным убийцей, свидетельствовали многочисленные факты. У всех преступлений был одинаковый почерк. Со своими жертвами злоумышленник сначала знакомился, распивал спиртное, затем вступал или пытался вступить в половую связь. В двух случаях женщины ему отказывали. Поэтому после убийства он совершал надругательство над их телами. В одном случае после интимной близости он задушил потерпевшую, подумав, что она похитила у него деньги. В ходе расследования преступнику была назначена психиатрическая экспертиза. Комиссия признала Арунбаева вменяемым. Однако у него были отмечены выраженные психопатические черты с садистскими наклонностями, на фоне которых происходили жестокие избиения жертв, вплоть до их убийства и расчленения тел. Роковая свадьба. Что не поделили новоиспеченные молодожены, непонятно. Однако в день бракосочетания 54-летний супруг зарезал свою 60-летнюю жену. 11 ноября молодожены зарегистрировали свой брак и поехали отмечать события. Уже вечером во время праздника они сильно поссорились, после чего муж взялся за нож. Он взял со стола кухонный нож и нанес два ножевых ранения супруги в область шеи и спины, отчего последняя скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ведется следствие. На этой неделе в России вступил в силу закон, согласно которому абоненты могут менять сотового оператора, сохраняя при этом номер телефона. Для этого достаточно написать заявление в сотовую компанию, к которому переходит абонент, и заплатить 100 рублей. Тему продолжит Наталья Окладникова. Смена оператора должна пройти в течение восьми дней после написания заявления. Мы поинтересовались, готовы ли операторы сотовых сетей Бурятии работать по новым стандартам. Сеть Мегафона полностью готова к МНП. Мы провели все изменения сети и можем как отдавать, так и принимать абонентов. Но работоспособность услуг в режиме МНП зависит от готовности всех операторов. С первого декабря компания МТС настроила все оборудование, поэтому мы полностью готовы принимать и отдавать клиентов в рамках услуги МНП. Между тем, ранее абонентов уже предупреждали, что на первом этапе могут быть сбои. Так повременить с переходом придется обладателям коротких номеров. Что касается короткого номера, то на сегодняшний момент госрегулятор еще пока этот вопрос не решил, поэтому на сегодняшний момент перенос короткого номера пока невозможен. Проблемы перешедших нам абонентов будут связаны в первую очередь с сходящими звонками с других сетей. В большей степени это зависит от оператора-донора, от которого уходит абонент. Стоит отметить, что в России в первый день отмены мобильного рабства новой услугой воспользовались несколько сотен человек. Среди них есть и жители Бурятии. Пожар на Улан-Уденской ТЭЦ-1. Сотрудники МЧС провели очередную зрелищную тренировку. На этот раз спасатели тушили емкость с мазутом. О том, как прошли очередные учения, наш следующий репортаж. Мазутный насос на Игумного. Возгорание РВС-3. Это один из самых сложных сценариев, которые приходится отрабатывать нашим спасателям. По легенде, на насосно-мазутной станции произошел пожар. Загорелась емкость с мазутом объемом 5000 кубометров. Каждый год на разных объектах Улан-Уденской ТЭЦ-1 производятся подобные мероприятия. В этот раз выбрано один из самых сложных участков. Это емкости с мазутом, которые теоретически могут загореться. Если 45-й горит, то у ЛВС-3 объемом 5000 кубических метров. Но я там находятся еще два резервуара. Техники следуют по третьему номеру. Я до 21-го. Потушить такой пожар нелегко. По степени сложности это один из самых трудных сценариев. Для того, чтобы справиться с огнем, потребовалось 14 единиц техники, включая две автолестницы. Да, сложно. Потому что это нефтепродукт, а температура вспышки большая. И тушить водой не получится. Тушить надо специальным растором, растором пенообразователя. Всего в тушении пожара участвовало 46 человек личного состава. И хотя с огнем справиться удалось, По словам технического директора ТЦ-1, замечания и недостатки все же были. Но как раз для того, чтобы их и выявить, и нужны подобные учения. Баир Цедыбов, Наталья Домбаева, Алексей Ионов. Первая. Альтернативная. Во сколько обходятся чиновники Бурятии? Последние новости из коридоров власти в нашей постоянной рубрике Официоз. Бурятских чиновников посчитали. В Бурятии 11 800 чиновников. Сообщает Балькал Дейли со ссылкой на Бурятстат. Это почти 3% от всего трудоспособного населения республики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это члены я. Ой! Теперь он и тебя сосчитал. Ну, за это он поплатит вам! При этом зарплата слуг народа намного выше, чем у их хозяев. Так, например, в федеральных и республиканских органах власти она составляет более 40 тысяч рублей в месяц. А в органах местного самоуправления более 26. Казалось бы, не так уж и много. Но это, что называется, средняя температура по больнице. Доходы высших чиновников в десятки раз превосходят жалование мелких клетков. Так, например, согласно официальной декларации, нынешний мэр Лануда Александр Голков заработал в 2012 году 3 миллиона 185 тысяч рублей. То есть, примерно 265 тысяч рублей в месяц. Заметим, что мэром он стал лишь в конце прошлого года. Надо думать, что после этого его зарплата только повышалась. Очередное дорогое авто за счет бюджета. На этот раз отличился фонд обязательного медицинского страхования. Чиновники от медицины желают получить к Новому году подарок – Nissan Tiana. И непременно с круиз-контролем, электропакетом и аудиосистемой с шестью динамиками. Стоимость хотелок – более миллиона рублей. Обратно на родину в Бурятии продолжает действовать программа по переселению соотечественников. Как сообщили и журналистам на брифинге в управлении миграционной службы, с октября этого года в силу вступили новые правила. Так, возможность переехать в Россию по программе получат не только те, кто планирует устроиться на определенную вакансию, но и те, кто собирается заняться бизнесом. Участника программы государство выплатит по 240 тысяч. Члены их семей получат 120 тысяч рублей. То, что касается выплат, которые предусмотрены по этой программе и выплачиваются из республиканского бюджета, я хотел бы на этом остановиться поподробнее. Это компенсационная выплата по найму живого помещения. Мы компенсируем в сумме 550 рублей в сутки, но не более 6 месяцев. Мы понимаем, что не все у нас соотечественники такие прямо допропорядочные. Есть же, понимаем, что из корыстных целей хотят стать участниками. Для того есть сложные условия участия в ней, чтобы отсеять как раз таки тех, кто, собственно, Российской Федерации пользует, и вообще никакой не принесет, а только урон. О своем желании переехать в Бурятию заявили 150 соотечественников. Отмечу, что они могут выбрать для проживания любой район Бурятии, кроме Трабогатайского, Иволгинского, Акинского и города Улан-Удэ. В Улан-Удэ состоялось торжественное собрание, посвященное Дню юриста. Этот праздник возник относительно недавно, в 2008 году, по распоряжению президента России. Юристы сразу его признали и ежегодно отмечают как профессиональный праздник. Торжественные мероприятия прошли в Народном хорале Бурятии. День юриста – большой и серьезный праздник, поскольку он объединяет специалистов разных сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод граждан нашего государства. Основная цель профессии – восстанавливать законную справедливость. На встрече отметили, что это сложная, ответственная, уважаемая и почетная профессия. Разрешите мне поздравить вас с этой круглой датой, 20 лет принятия Конституции, и, конечно же, с Днем юриста, поскольку здесь собрались все юристы, люди, которые охраняют наш закон, защищают его, совершенствуют. И каждый год мы принимаем с вами вместе достаточно большое количество новых нормативных актов, которые определяют нашу жизнь, жизнь наших людей. Это праздник официальный, государственный праздник. Он назначен указом президента Российской Федерации и как особый знак заслуг юристов перед государством. Это такая отрасль, без которой, я думаю, не обойдется ни одно государство. Потому что юрист – это действительно человек, который не только хорошо знает законы, который не только стоит на страже свобод граждан, это человек, который имеет и внутреннюю культуру, и умеет, значит, вести себя и в обществе, и при решении различных государственных задач. В рамках встречи грамотами и ценными подарками были отмечены лучшие юристы республики. Кроме того, были расставлены приоритетные направления работы и перспективы развития отрасли. Мы присоединяемся к поздравлениям, а наша съемочная группа вышла на улицу Улан-Удэ и собрала поздравления для юристов от наших горожан. Пожелать, ну как и всем, здоровья, удачи, счастья, богатых, щедрых клиентов. Ну, я не знаю даже. Всего самого лучшего, наверное. Всего. Чтоб все в жизни было хорошо. Хорошо работать. Не знаю. Уголовных дел поменьше. Чтоб они были честными, справедливыми. Если мы к ним обращаемся, чтобы они нам доброкачественно помогали. Честными. Не знаю больше. Мы желаем всем юристам, чтобы успехов, чтобы хорошо учились. Чтобы не пропускали пары. Ну, как это мы делали раньше. Ну, уже как бы нормально все. Ну, главное вот это, чтобы не пропускали пары. И чтобы внимательнее были к парам. Принципиальности. Ну, пусть в новом году работа у них будет успешной вестись. Были, чтобы справедливые. Всего наилучшего, чтобы у них все было хорошо. Православные всего мира празднуют сегодня введение во храм Пресвятой Богородицы. Именно в этот день избранную Богом трехлетнюю Марию родители впервые привезли в Иерусалимский храм. По всей России в честь этого знаменательного события проводятся молебны. Не стало исключением и маленькая церковь в исправительной колонии номер 8. На литургии побывала и наша съемочная группа. С особым вниманием к празднику введения во храм Пресвятой Богородицы отнеслись в исправительной колонии номер 8. Литургию для заключенных в одноименной церкви на территории учреждения проводили священники Свято-Троицкого монастыря во главе с настоятелем. Молимся, обращаемся к Господу, хотим очистить свои грехи, исповедоваться перед батюшкой. И, конечно же, мы каждый все надеемся в том, что придет ощущение души нашей. И, конечно же, родные наши, близкие тоже надеются на это. Для заключенных общение со священнослужителями – это единственная отдушина. Помимо христианства, в колонии столь же трепетно относятся и к другим религиям – исламу, буддизму, иудаизму. Многое дают духовное воспитание верующим. Это же для остановленных на правильный путь. Многое дают. Со слов духовных лидеров, верующих в колонии много. Для всех заключенных, кто хочет обрести Бога в своей душе, здесь всегда открыты двери. Баир Цедыпов Александр Хамаганов – первая, альтернативная. Первый Дхарма-центр Бурятия открылся в Улан-Удэ. Идея его создания родилась у известной общественницы Даримы Самбуевны Цингуевой давно, еще при основании женского буддийского дацана. Правда, она не успела воплотить ее в жизнь, покинув этот мир. Продолжили благое дело ее близкие и неравнодушные люди. Об открытии места для просветления – наш следующий репортаж. Дхарма-центр открыт для духовного развития. Вначале, как положено, Малибин, чтобы благословить его основателей на дальнейшее развитие центра. Его открытия ждали несколько лет. Открытие вот этого центра мы ждали давно. В задумках, когда только организовывался, создавался этот храм, Дарима Самбуевна, основательница этого дацана, она мечтала, чтобы объединить женщин не только Бурятия, но женщин России, потому что это единственный женский буддийский монастырь в нашей стране, России. Дхарма-центр создан при женском буддийском монастыре. Заригма Будаева, настоятельница дацана, считает, что человек, приходя в храм, должен не просто и порой бездумно выполнять обряды и ритуалы, а самосовершенствоваться. Для этого в Бурятии у мирян не было специально созданного места. Поздравить с его открытием пришли многие. Среди почетных гостей – представитель Далай-Ламы 14-го. Поздравляю вас с открытием Дхарма-центра. Вы проделали огромный труд для того, чтобы он работал в Бурятии. Надеюсь, этот замечательный день положит начало его полноценной работы на благо всех живых существ. Этот центр не просто дацан для ритуалов. Это центр, где люди будут обучаться, знакомиться с философией буддизма. Он создан для того, чтобы люди могли понять, что нельзя жить днем сегодняшним, надо думать о будущем духовном развитии и для начала надо изменить себя. Для этого в Дхарма-центре созданы все условия. Большой конференц-зал для прослушивания лекций и специальные комнаты для медитации. Занятия могут посещать все желающие, стремящиеся к поиску истины и совершенству души. Анастасия Лисова, Алексей Ионов, Первая альтернативная. У меня все к этому часу. Сразу после новостей смотрите рубрику «Улану Дэй Лайф» и заряжайтесь городским позитивом. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Средневековый Новый год в замке у Карлоса Седьмого для настоящих рыцарей и их прекрасных дам. Будет весело. Ты что снимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok